27 апреля ровно в 12 часов по московскому времени сотни тысяч взрослых людей во всех регионах России одновременно сели за парты. Единая Россия в пятый раз объединила всех неравнодушных и любящих историю в рамках международной патриотической акции «Диктант Победы». В Московской области открылась 991 площадка, одна из них в универсальном спорткомплексе Подмосковья. «Диктант Победы» — он, конечно, никакой не диктант. Название образное. Это вопросы в форме теста, которые раздают участникам строго за пять минут до начала. Перед этим инструктаж, как в школе на экзамене. Никаких телефонов, планшетов, фотоаппаратов, диктофонов, справочников и тому подобного. Никакого обмена мнениями с соседом по парте. У каждого только бланк для ответов, вопросник, черная ручка и багаж собственных знаний. Контроль строгий. В случае нарушения правил, наш результат в выполнении диктанта аннулируется. Но нам бы этого не хотелось. Вопросы «Диктанта Победы» связаны с событиями Великой Отечественной войны. 25 заданий, 15 из которых с выбором варианта ответа, и 10 с кратким собственным ответом. Задания касаются ключевых событий Великой Отечественной, выдающихся военачальников Красной Армии, творчества поэтов, композиторов, художников, связанного с этим периодом истории. Вопросы сложные, даже базовых школьных знаний может не хватить. У нас в универсальном спортивном конкурсе Подмосковья уникальная площадка организована впервые. Здесь участвует 51 работник спортивной отрасли. Мы пригласили сюда наших лучших спортсменов. В «Диктанте Победы» в частности приняли участие мастера спорта международного класса Ирина Анашкина и Николай Широченков, заслуженный тренер России, руководитель Центра тестирования ГТО Николай Тарычев, председатель спорткомитета Кирилл Чепелевский, выпускники и тренеры Государственного училища Олимпийского резерва, а также представители спортивных и общественных организаций. Знать, чтобы помнить – это девиз международного диктанта Победы. Знать военную историю, помнить исторические даты, имена выдающихся полководцев, конечно, важно, чтобы ответить на вопросы. Но не только в этом суть большой патриотической акции. Важно объединить всех нас на основе уважения к исторической памяти. На выполнение заданий отводилось 45 минут, но в основном все закончили раньше. Большинство участников признались нам, что писали диктант Победы впервые. Помнить о подвигах дедов и прадедов надо всегда, а не только во время диктанта. Вот общее мнение сдававших непростой, но интересный экзамен для взрослых. В данном диктанте ты на 45 минут погружаешься в историю, в воспоминания, пытаешься что-то вспомнить. Как-то готовились специально? Нет, не готовился. Я на этом диктанте хотел как раз написать без подсказок, без дополнительной подготовки все то, что я помню. Потому что важно помнить, а не просто готовиться. Вопросы интересные, я сказал, не самые простые. Особенно по творчеству поэтов и художников, архитектуров. Интересно. А по военной истории вам? Мне было проще. Все-таки я это и проходил в училище, в академии и интересуюсь до сих пор. Цель очень благая. Ты еще раз вспомнись. То, о чем мы должны помнить постоянно. Потому что это период войны, который для нас очень свят. Некоторые вопросы там были, как бы пришлось подумать. Даже, наверное, многие вопросы. Но довольно-таки интересно. Все вопросы, как бы они по истории, поэтому интересные вопросы. А уровень, ну я как бы думаю, что справился, но результат покажет. Результаты диктанта Победы будут опубликованы на сайте dictantpobedy.rf. И каждый участник по индивидуальному идентификационному номеру сможет увидеть оценку своих исторических знаний. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...